Нажимай. Нажимай. Так, подожди-ка. Ну, еще, вам видно? Мне прекрасно видно. Так, я сразу вам скажу, у нас все записывается, в интернет выставляется, вы не против? А ваше усмотрение. Все, слушаю вас, говорите. Ну, сказать я, в общем, хотел следующее. Мы сегодня записали видео, как мы открываем вашу посылку. Ну, и я хотел лично вас, как бы, увидеть. Вот сейчас вас не видно. И поэтому я хочу выразить вот свою благодарность вам. Потому что получать подарки всегда приятно, особенно такие, как этот. Вот. Ну, и хотел сказать-то, почему мне, ну, как-то немного развернуто, так получилось скомканно. Там 8 минут мы уложились. Когда я работал сторожем в храме православном, священники все знали, что я баптист. Ну, никак их это не смутило. Мне кажется, даже наоборот. И что я там увидел, Игнатий Тихонович? Я увидел, ну, то, что я уже сказал, да, что Панамарь очень много удивлялся тому, чему бы я должен у него научиться. И однажды, вы знаете, я беседовал там с человеком, я ему не говорил, кто я, откуда, но я, он работал там электриком. И я его спросил, вот скажи, ты здесь уже давно работаешь, и верующих ты здесь видишь вообще? Он говорит, ты знаешь, в своей жизни я видел верующего один раз, но он какой-то сектант был, по-моему, баптист. И вот он мне рассказал про этого человека, что он с ним когда-то работал, я говорю, да почему же ты, ну, как ты понял-то это, что он верующий? А вы знаете, ты знаешь, говорит, он поступал так, вот, по правде, то есть по совести, даже вопреки тому, что, ну, вопреки, как бы, человеческим, ну, как бы, пониманиям. То есть когда на нём возлагали работу какую-то, которая, ну, то есть он на работе его где-то встретил, там, на работе где-то с ним работал этот человек. И я для себя так подумал, а обо мне кто когда-нибудь так скажет, вот, что я встретил, вот, видел верующего? И вы знаете, вот действительно по делам, которые порой вопреки нашим хотениям. Когда мне надо идти туда, а Господь говорит, что мне вообще в другую сторону, я должен, мне хочется сделать это, а Бог говорит, тебе совсем другое нужно. То есть, ну, вот такое дело. Ну, а про Панавмаря, про этого я потом услышал, что он оттуда ушёл и уехал, и женился где-то там у себя на родине. А разговоры у нас с ними были такие, что нехорошо быть человеку одному, и, видимо, я ему так это говорил, ну, с какой-то, что он поверил мне, что я говорю искренне. Потому что я сам тогда был ещё не женатый, и поэтому вот, ну, а я читал Писание и, в общем, видел, что, ну, хорошо, что его жениться-то вам. Вот, ну, и как-то мои слова как-то доходили до него, я увидел это. То есть, когда в человеке откликается что-то на то, что ты говоришь, ну, и я думаю, что не последнее место, это то, что я приводил места из Писаний. Вот такое дело. И, что касается вопросов, знаете, тихо, значит, вот жена у меня спрашивает, ну, у тебя-то есть к нему вопросы? А я ей ответил, что чем больше я слышу ответы его и чем больше, как бы, вникая в то, чтобы говорить, тем меньше вопросов у меня остаётся. Ну, вот, собственно, и всё. Так, я ресурсы свои вам скидывал, вы видели, нет? Какой у нас видеоканал? Да, это огромнейший, действительно, как вы говорите, тяжеловесный. Там есть всё, я так понял, что там есть всё. И, читая всё это, Игнатий Тихонович, я понимаю, ну, вот вы меня, я-то для вас еретик, можно сказать так, но я вам могу сказать от лица таких же еретиков, как я, что мы-то вас любим и, возможно, даже где-то больше, чем ваши православные братья. Ну, это вы, наверное, и без меня знаете, конечно. Для этого у вас не новость какая-то. Вы для меня, ну, как... И, кстати говоря, не знаю, вот, то ли к старчеству, это очень похоже на моего дедушку. Потому что вот он такой же бескомпромиссный был. Вот так. Значит, сайт у нас называется «Во свете Библии» сайт. И на нём-то справа 4124 ответа мои на вопросы. 55 вопросов, читали. Вот там вы найдёте всё по темам разбито. Ну, и там же все мои книги помещенные. И 50 книг аудио насчитаны. Ещё в советское время я за это отсидел. Вот, там тоже найдёте. Игнать Тихонович, теперь вас немного плохо видно. Как-то наполовину, как будто бы. Да как-то. Вот, вот так, вот так лучше. Так лучше. И, ну, ещё хочется сказать несколько таких слов вот Никите и Володе. Да вот они стоят. Ну-ка, Никита. Никита, иди. Ну-ка, иди. Пресвятлый Вик. Да, Иван Прех, подожди рядом. Ну-ка, нарисуйся здесь. Нарисуйся. Никита, приветствую тебя. И, слышай, Никита, ты знаешь, когда Игнатий Тихонович, ну, и, в общем, у вас там идёт диалог какой-то, и когда он где-то, может быть, упрекает тебя за что-то, эта сцена напоминает разговор вот моего дедушки со мной. Почему? Тот-то мой дедушка мне родной, а он с вами разговаривает вот как родной просто, вот как родные. Поэтому принимать надо вот его, ну, как ты знаешь, вот, потому что иногда-то хочется, да, дед, ну, перестань там, ну, чё ты... Хочется ему сказать, дед, вот так, по-родному, да, перестань, ну, чё ты на меня там... А всё-таки мы терпим, должны это терпеть. Почему? Потому что, ну, любовь-то, она ведь непритворная. И её-то видно сразу. Я думаю, что я не первый, кто вам это говорит. Вот так. Мы должны как-то... Всё так, всё-таки есть. Всё-таки есть. Когда уже хочется взбунтовать даже где-то порой, как-то... Давай, Володя, тоже иди сюда, тебя поминали. Отдай ему всё, поставь это, иди сюда. Володя тут сбоку с аппаратом снимает. Он главный режиссёр у нас. Мир вам, Владимир. Ну, я так даже завидую в каком-то смысле вашему вот такому ну, смирению, потому что не всякий так вот долго выдержит такого воспитания, потому что иначе как воспитанием не назовёшь вот то, что происходит, живя с Игнатием Тихоновичем. Вот такие... Я уже один раз-то не выдержал. А, ну, бывает. На форуме читали, вот как я пишу о себе обращение? А где я могу это прочитать? На нашем форуме видите Пащенко Владимир. И там прочитайте, я пишу о себе, как я, в какой семье жил, как я умер. На форуме? Да, на форуме. На форуме, на форуме. На форуме. Там очень много, как искать. Там поисковик. Нет, там поисковик есть. Пащенко Владимир. Общий поиск есть такой. Общий поиск. И там видите, Пащенко Владимир. Я пишу своё обращение. Не на сайте, на форуме. На форуме, да. А, понял, понял. На форуме. Форум, форум. Зарядите. Туда я ещё... Туда я даже не залазил. Там тысячу шестьсот тем. Ну, там потеряться. Тысячу разных тем. Там всё. Там потеряться можно, Игнар Димир. Ну, там поисковик очень удобный, очень, так сказать, профессионально сделано всё. У меня очень сильные программисты работают, модераторы, администрация. Ну, у нас только одних роликов шесть тысяч семьсот наших. Ну, это видно. Вы знаете, ну, для меня недавно одна такая радость была, потому что я проходил и услышал, и узнал, что в этом храме... Вы знаете, я-то там много... Вас опять не видно. Я мне как... Игнатий Тихонович, вас не видно немного. Нет. Немного правее, правее возьмите. А, ну, левее от себя. Сюда? Вот, вот. Да. И то есть мне-то приходилось разговаривать там с прихожанами, которые, ну, желают крещение принять. Я выходил, ну, а я сторож, и подходил, и вопросы им такие задавал. А почему вы хотите крещение принять? И вы знаете, ну, такие ответы, вот, всё, что вы говорите, я вот всё это увидел. И поэтому, когда я нашёл ваши ресурсы, да, почему оно откликнулось-то во мне? Потому что всё это правда. А там, где правда, ну, вы знаете, как бы там, где правда, туда, как бы, души и люди тянутся к этому. Вот, и самое большое и лучшее лекарство вообще для человеческой души это правда. Потому что, читая Библию, человек должен увидеть эту правду, прежде всего о себе правду. И тогда, когда он поймёт, кто он и что он, и эта правда только может излечить его, конечно, от греха. Ну, а радость-то какая? То, что я увидел, что там с прошлой недели начались занятия. Они название дали такое «Ключ к пониманию священного писания». Там проводить его будет молодой священник. Ну, я хочу сходить к ним, посмотреть, послушать. А вы им покажите Новый Завет трёхтомник. Скажи, вот, за две тысячи лет первый раз вышел с откровением вместе. Вы же видели, какое издание-то? Оно в королевских библиотеках. У Путина в библиотеке видели. Игнатий Тихонович, я рад, что теперь у меня дома лежит то, что есть в королевских библиотеках и у Путина, и во всех других. Показать-то я покажу, но ведь нужно смысл, нужно прочитать. Ну, чтобы они увидели, что есть это. Есть. Есть это. Да. Ну, увидят. А потом книга к истинному православию. Вы предисловие прочитали? Ну, я начал читать. 40 лет я собирал материал. Такой книги больше нигде нету. Всё, если я беру о крещении или о церкви, это всё, что говорится в Библии, не ту, которую издают сектанты 66, а 77 полное. Что говорят святые отцы, это 300 томов палеантов, «Житие святых», 12 книг и книга правил, 719 правил. На основании этого по четырём параметрам каждый вопрос отвечается. Вам там прочитать в первую очередь надо будет о церкви и о священстве. Вот две. О церкви и о священстве. Обязательно даже. Это я обязательно прочитаю. И вы знаете, у нас с женой такой разговор-то к истинному православию. Но как бы это истинное православие не было только в книге. Она мне говорит, ну и где ты такую церковь увидишь-то, найдёшь? Только вот у Игнатия Тихоновича, говорю, в общине это есть. Но то, что я вижу, то, что я вижу, ну вы знаете, это далеко, далеко. от этого. Но не знаю, что из этого выйдет, конечно. Что из этого выйдет. Потому что это очень серьёзный и больной для вас и, да мне кажется, для многих людей вот этот вопрос к истинному православию. Да. Видите, это без претензий название-то. Если как-то другое было, вот у меня увидели там Сергея с собаками занимается, кинолог. У него собака фактически-то была брошенная. Один жил, бросил жену на память, оставил собаку и ребёнка и ушёл. А собаку некуда девать, только высыплять её. Она немецкая овчарка-то. А он ей занялся. И она с нами проехала, мы в Барнауле живём, до Владивостока находки, и прошли мы всю Европу до Португалии, Скандинавии, Прибалтик. Он всегда был с нами, этот Кобель. И вернулись, когда он на соревнованиях стал чемпионом России. Чемпионом России. Вообще, это удивительное дело. Так вот, Сергей, у него просто навык на это. Он знает, как обращаться, что. А это с людьми не знает, как обращаться. У каждого, ну, какая-то, там есть ещё, можно, окошечко приоткрыть сказать. Это проще всего. Приоткрыть сказать, вы знаете, Игнатий Тихонович, я работал-то сторожем, но я мог свободно ходить по территории, передвигаться. Ну, а когда я шёл туда, только устраиваться на работу, я так думаю, ну, я знаю отношения православных к баптистам, да, ну, и думаю, ну, что я, а потом, думаю, ну, буду, как будто я ничего не знаю, кроме Христа распятого. И с этим, с этой мыслью-то я и пошёл. А там детишки гуляют, мамочки, ну, и где-то с кем-то заговоришь, начинаешь что-то говорить. И было такое, что люди там со слезами, которые приходили туда на территорию, разворачивались и уходили в свои дома просить прощения там у своих и мужей, и жён. И потом-то мне батюшка как-то увидел и говорит, Алексей, ты тут это самое, не ходи тут, ну, он мне дал понять, что не надо мне тут разговаривать очень много. Ты тут работаешь и как бы делай своё дело, с этим мы сами разберёмся. Я так понял, что они даже, люди многие до исповеди не доходили, говорю, до какой-то, разворачивались и шли просить прощения. Почему? Потому что, ну, очень было просто показать, почему ты платишь. Ну, это же каждый человек, думаю, понимает. и там такая вот своеобразная такая. Общиной не назовёшь, но такой вот. Мы тоже дворниками работали, здесь Покровский собор, одна церковь была. Ну, люди-то подходят, поневоле разговариваешь. Настоятель смотрел, до того ревниво, чтобы ни с кем не разговаривали. Много снега мы кидаем, а нас братьев свои приходят, чтобы никто вам не помогал, чтобы мы одни кидали. То есть, он всячески гнобил нас там, а ничего не мог сделать. И потом вызвал, говорит, ну, как вам вот это терпеть, как вот терпеть это всё, уйдите по-хорошему. У меня, говорят, другие говорят, что вы баптистов приняли? Атанаса за баптистов. Ну, какой же я баптист? Я причащаюсь в храме. Ну, что я не так сказал? А никак. А вы Богородицу посчитайте? Я говорю, посчитаю, считаю молитву. Иконы, у меня и дома есть где-то. Это недостаточно. Нужно, чтобы Евангелия в руках не было у меня. Я же вас понимаю, говорю. Чтобы жить, как вы живёте. А у меня другой путь. У нас все в общине это люди с полным погружением, которые сознательно пришли. Вот я вёл занятия в пяти университетах. Люди, которые пришли оттуда. Мне вот Бог дал, это Божья милость такая. Я думаю, в России никому больше поприща не было открыто. Представьте, десятки школ, одновременно все воинские части, пять отделов милиции, городской и краевой УВД, прокуратуры, КГБ, суды, заводы, фабрики. Ну, всё абсолютно. И везя я проповедовал. Вот, возвращаясь домой, несколько машин стоят. В кинозалах. Тут фильму поставили о нас. Первый фильм занял в причуще первое место на международном киноконкурсе. А второй фильм «Затоус из Потеряевки». Это полностью моя биография. Первое место в России. Это небросовые фильмы. И поэтому Бог как бы приоткрывает дверь. Я много ездил в Америке, свидетельствовал. Епископ озил меня даже к Баптистам на встречу специально. У нас люди пришли сознательно. Вот, которые у нас в общине. Вы видите, какой порядок. У нас абсолютный порядок в храме. За семь минут зайти, молча помолиться, пока начнётся богослужение. Ни одного слова не разговаривают. Вот сейчас у нас сегодня причащение было. На наш YouTube зайдёте, и вы увидите. Посмотрите, как с детьми занимаются, как причащаются люди. Потом собрание проходит. Это удивительно всё. Всё держится на молитве. Мы всё знаем нужную друг другу, где кому помочь. Тут библейское общество, сибирское библейское общество, оно в основном из протестантов. И они к нам приехали. Они перевод на аюротский язык, Евангелие был. А бабки-то тут у нас такие же. Какая пенсия-то? Но уже второе посещение, он приехал с американскими своими помощниками или спонсорами и на нас показывает. А они все Сибирью занимаются. Мы у него заняли первое место пожертвенное на книге, которых мы никогда этих книг не увидим. У нас народ очень отзывчивый, добрый. Где-то сгорел храм в Белоруссии, батюшка едет в Донбасс, собирали товары, поехал он туда. У нас в деле вера. И поэтому мы для своих, для православных являемся как бы чужестранцами. Свой среди чужих и чужой среди своих. Вот на нас это полностью исполняется. Вы знаете, действительно, вот это уникальное община у вас. Ну, почему я? Я бы не увидел вот этого, то, что вы сейчас перечислили. Да, ну, пожалуй, не в одном храме у нас здесь, там, где я нахожусь. Но, когда я пришел туда к баптистам, да, в первый раз, когда, а Евангелие я читал до этого. Я читал и читал, читал и читал. Я жил тогда, ну, ну, на улице, можно сказать. На улице, в шалашах, там где-то. То есть я, Бог меня поднял из грязи. Я могу сказать, ну, как есть, так есть, из грязи. И сейчас, ну, просто, Божья милость, я считаю так. И, я когда пришел, вы знаете, тогда я увидел это. Вот, увидел, как в деяниях, я увидел братьев вот этих, которые там написаны как-то о Иоанне и Петре, что, видя их смелость и увидя, что они были люди не книжные и простые, вот, то есть без всякого, и это в храме. И ко мне отношение такое же было. И, ну, здесь я не вижу этого, то, о чем вы говорите. Оно может, это оно только у вас в общине может быть. Главный вопрос, которому заняться надо, которое, новое образование, это вопрос о церкви, о священстве. У них там на нуле стоит у всех. Самое правильное из всех протестантов и сектантов, самые близкие к православию баптисты. А остальные дальше идут и идут уже сегодня, я говорю, 21 тысяча, а мне поправку делать, не 21, уже 30 тысяч разных наименований придумали динаминации, конфессии. Этих слов нету. Это слово ересь, сатана прикрыл этими словами. Нет конфессии у Бога ни в книгах, ни первые христиане до 17 века этих слов не знали. Это сатана прикрывает. Есть церковь, истина и ересь. И отделение отца... Вы знаете, сейчас вышло постановление вот это, что запретили, ну как бы приостановили деятельность свидетелей Еговы. И вот такой, ну назовем его так анекдот, такой немного перефорозированный, когда старый пастор умирает и говорит в таком полубреду берегите свидетелей Еговы. Потом опять ненамного приходит к себе и говорит берегите свидетелей Еговы. А пастор баптистский, уже старый, и все знают, что он никогда ничего не говорил подобного. Всегда это были еретики, которых на порог не пускали, и тут и родственники, и прихожане, и всем неудобно. И решили уточнить-то, почему беречь-то их. А он говорит, когда они покончат с ими, они займутся нами. Понимаете почему? А я сегодня об них и говорил. Мы когда ездили, миссионерская поездка была, у нас в милиции там уголовный розыск с нами занимались дорогой-то. Брали-то. А когда узнают, что православные, нам руку жмут, а нам сказали свидетели Еговы или баптисты, я ужас говорю, пришел. Это что, они нас своими считают, понимаете? Я говорю, мы кровью захлебываться будем за эту связь. Я не знаю, фотографируется, вот там начальник уголовного розыска и провожает, показывает, куда ехать. Я говорю, да царя-то батюшки, мы все те же самые. Вот меня сегодня только спрашивают про свидетели Еговы, а я с ними сидел в лагере, и я говорю, это прекрасные люди, хорошие, они еретики, о спасении там речи даже нет, но они для государства это находка, они оружие не берут, они не воюют, они подцеписты на сто процентов. За что их дают? А вот и сняли с регистрации. Ну, они как ходили, так и будут ходить, только больше сажать будут их. Но государство от этого разве пользует? Да царя-государя мы все одинаковые, а закон они могут принимать такие, что сегодня вами, а завтра нами займутся. Поэтому берегите свидетелей Еговы. Да. Вот так. Игнатий Тихонович, ну, еще раз вам большое спасибо. Я вот очень рад вот такой беседе, ну, просто ну, такой вот у меня радость, вот вы знаете, просто радость. Алена-то далеко от вас? Алена стоит, слушает, она качает малыша. Пусть она покажется хотя бы, мы с ней-то тоже не разговаривали. В вашем присутствии, вы не уходите, рядом будет пускай. Только с левой стороны от вас запомните. Левой стороны. Жена только с левой. Хорошо. Ну, здравствуйте. Добрый день. Ну, вот видите как, вы все-таки выдержали этот срок-то, ко дню рождения мужа распечатали книги-то. Да, да, да. Ого, вот. Как назвали-то? Тимофей. Тимофей. Назвали Тимофей. Тимофей. А вы называли как, по желанию или как календарь показал? Не календарь показал, нам это имя понравилось еще до рождения. Нет, это имя, вот у нас называется, ну, специально журнал издается, святки там, и там написано, на какой день, какие имена. Вот я родился в какой день, тогда был там и на Кенте, и в Тихе три. Но кто крестил, он даже не спрашивает, называет. И поэтому имена у нас очень широкий разброд. Вот заметьте, у меня старший брат Самуил, ну, поэт был, Самуил Яковлевич Маршак. Самуил, я Игнатий, батюшка, отец Аким, и у Аким. Моё Аким, это отец Богородицы, и у неё паспорт был Мария Акимовна. Вот сестра у меня Марфа, дядя у меня по отцовской линии, Амос и Наум. Ну, какие? Имена-то где? А у матери три брата были, Филарет, Макарий, Эммануил. Да сегодня ты в школе даже не найдешь этого. Я говорю, смотрите, Ворошилов был, Климент Ефремович, ни Климентов, ни Ефремов нигде нету. Почему? По самохотению. Даже в этом и то, ну, по-мирски все делают. У меня стихотворение такое написано, от клёна клён. Ну, понимаете, вот у нас... Всё-таки по-мирски, вы знаете, мы не можем по-мирски, потому что мы знаем Тимофей, оно обозначает почитающий Бога. Да. И мы не просто его, как нам взбрело в голову, мы всё-таки сознательно выбрали это имя. Ну и будет проще послание к Тимофею обращать. Я именами занимался. Мужских имён 750. 750. А из них в употреблении только 33. Ну, редкие. Вот. Почему? Потому что тогда 365 дней на каждый день что-то. Вот мы видим, апостол Павел передаёт привет Сосипатру. А где Сосипатру? И по порядку. Возьмите послание к римлянам, 16 глава. Он перечисляет десятки имён. Ни одного сегодня Ерм. Где Ерм? А это крупный был богослов. Книга, пастырь, это ему принадлежит. Ему Павел привет передаёт. Ни одного Ерма я в жизни не встречал. Почему? Ну, я не встречал, но в православии они обязательно есть. Я называю родственники из нашей рядом, матери на отцовы. Какие имена? Ни одного имени я не встретил нигде. Дальше. Ну, Макарий есть. Филарет. Филарет принимает имя только монахи, как я. А это они не монахи, так назвали. Вот у меня брат умер, он Дий. Три буквы Дий. Это имя даже никто не знает. Вот я прожил Игнатий. Мне в жизни ни разу не пришлось никого рядом стоящего назвать Игнатием. Не встречались? Я даже как-то странно было бы кого-то я называл. Ну, Володя, да. Вот у нас деревня там три Володи. А деревня-то там все нету. Фантазии нету. У нас шесть коров было, из них пять зорьки. Ну, ну, почему же такие мы скудоумные-то? Женских имен поменьше, 250. И где-то употребляется не больше 30 имен. Все, все, ну, так, чтобы было легко. Вот я называю, какие имена, и при том не где-то, а вот у православных Ездра. Нету имени этого, Ездра. А из всех, которые были в Ветхом Завете, самый знаменитый, Ездра. А почему знаменитый? Ну, за ним дела были такие. В первую очередь, он собрал кодекс ветхозаветных книг. Это он составил. Мы как должны быть благодарны? Второе, он вывел народ из плена. Вывел. Угодил царю, они с Ниеми, вдвоем работали. Дальше. Он отстраивает город, Иерусалим. Это вообще не выскажешь, как ему трудно было. Ну, это первая книга Ездры, вторая, третья об этом. Далее. Три книги и у него в Библии написано Ездры. И его в списках святых нету. Я поднял этот вопрос, а никто и не знал. А раз нет его в списках, то у нас Ездры не будут называть. Священник не будет называть. А как быть? Ну, я знаю, почему монахи. Монахи не были расположены. А почему? Потому что, видимо, из-за Библии. А на Библии это никаким авторитетом не пользуется. Я так только догадываюсь. Вот как-то встретился ко мне, приходили раз, известные люди и свидетели Его. Он говорит, а у меня сын в армии не идет, его сейчас посадят. Зарававель звать. Зарававель? Вообще. А Зарававель это храм Зарававелев, в который Христос пришел. По любому вопросу где ни возьми. нету. Как-то Андрей Кураев сказал, нужно быть религиозно-талантливым. Я подхватил это слово и повторяю. Ну, нельзя так вот зашорены и никуда. Надо смело решать какие-то вопросы. Вот я вам сказал, главная тема, которая это церковь, церковь и священство. Здесь у баптистов я уже это понял для себя, я уже это понял, что это главный вопрос. Из этого нельзя, это не церковь. Какие бы ни были люди, а работы, они делаются другими. А там я сколько бы ни работал у баптистов, они не церковь. Я не то, что обидеть вас хочу. Церковь там, где есть рукоположение от апостольских времен, херотония. Это очень серьезный вопрос. А иначе получается, Христос говорит, во все дни до скончания века с вами, а до летера никаких-то сект не было. И тогда еще Христа нигде не было. А верили-то не так. У баптистов, я не спрашиваю, кто он такой, но я знаю, против икон, икон и идола, они никогда идолами не были. Икон и идола. Христос пришел в храм и говорит, мой дом и молитвы наречется. А в этом храме, где Христос заходил, от пола до потолка и снаружи, и снутри были иконы. А где известно? 47-15 языки или. Ну, нельзя так вот. 20-ю главу берут, исход, не делай изображение. Я говорю, ты считать, разучился? Нет. Ну, а почему 25-ю главу не считаешь? А там написано, сделай изображение. Наше понимание правильно тогда, когда ни одного места в Библии не противоречит нашему пониманию. Сделано по образу небесно, поэтому изображения людей не было, до Христа никто на небе не был. Ответ-то надо дать. А то Петр говорит, я тоже человек, не поклоняйся. А почему везде поклонялись? Везде. И мать пришла, Соломону поклонилась, и сыны пророческие Елисею, на котором дух Елии вдвойне был. Почему все принимали поклонение, а когда Петр Корнили поклонился, 10-я глава Деяния апостола, почему он не принял? Ответа нет. Я говорю, тогда кто-то из них не прав был, а объяснение-то очень простое. Язычники легко боготворили человека. Это мы видим, когда Павел был на острове Мелит, когда змею стряхнул, они сразу переменили мнение, и говорят, это Бог. Или там были, когда они его прозвали Ермием, а тот Зевсом, и хотели жертву принести. И поэтому Корнили, когда молился, было явление, а он знал аранжировку, какая? человек, ангел, Бог. Ангел больше человека, а Бог выше. Но ангел пришел и слова не сказал. А раз ангел не может сказать, легко догадаться, кому он идет. И поэтому пришел к Петру, он ему поклонился внутренним чувствам, как Богу. А откуда известно? Да Петр ему говорит, я тоже человек. Зачем бы он говорил? Я с вами здороваюсь, я вижу и человек. Мы никогда не говорим, я тоже человек. Он его принял за Бога, и поэтому это не было принято. А дальше всегда было принято. И поэтому у нас принято приветствуюся, мы поклоняемся. Просто объяснение должно быть. Ну объяснение это должно быть, этим должны заниматься должны священники заниматься. Ну Игнать Итихович, вы говорите сами, что можно спастись и без икон. Да конечно. Но только не считай заидол и не руби. Ни в коем случае, ни в коем случае. Ну мы понимаем это. Я например баптистов ставлю в пример, как любят слово Божие. Я в 23 года только получил Библию в руки, а там тогда были объединенные в 45 году баптисты пятидесятники и христиане евангельской веры, там прохановцы. И поэтому они были в баптистах, но говорили на языках. Я там получил Библию в руки, ничего у меня больше там не было. Так что я у них не один год проповедовал скайпе другу баптистов, я очень и очень хорошо их знаю. Так, ну пока все на сегодня. На сегодня все, спасибо большое. Если будут какие-то вопросы, только сначала в скайпе мне напишите, здесь я или нет. Я готов вам ответить. А вы больше смотрите на форуме, когда ждать форум, не сайт, а форум. На форуме там прямо под храмом написано первая страница, новое сообщение. В него ткни на первой странице, а в конце написано общий поиск. Рамочка выскочит и напиши, что там иконы, там допустим храм, рукоположение, священство. И там выйдет тема, тема конца края нету. Там и ролики, там еще только нету. Я этого форума отдал несколько лет. Все, отошел. С Богом. Всего доброго. Храни вас Господь.